Всем привет! С вами Аристократ и Элвис. Здравствуйте! И это наша рубрика о настолках. В наших прошлых выпусках мы рассказывали вам об игре Зомбицид Черная Чума. В тот раз мы коснулись только базовой коробки. Сегодня же мы расскажем о всех дополнениях, которые мы получили с Kickstarter. Итак, дополнение в Вульсборг. Событие этого дополнения происходит в городе Вульсборг, в окрестностях которого обидает множество волков и даже волкобородей. Все они превращаются в зомби, и в общем, собственно, с ними и предстоит бороться нашим героям. Ну что, успаковываем? Успаковываем. Немного о том, что мы видим в коробке. Правила. На английском языке. Также есть карты, миссии, персонажи, история. Оббрасывать мы их не будем, потому что русского перевода еще нет. Тайлы. Два тайла, представляющие из себя башни, видимо, которые добавляют новую механику в игру. Подставки четырех цветов. Токены. Такие. Тоже четырех цветов, ну, по количеству персонажей. Четыре планшета. Карты персонажей. Четыре планшета. Такие же, как, собственно, в основном боксе. Карточки вооружения, критмента и, видимо, зомби. Тут же, видимо, к волкам. Тут компонентно все. Фигурки. Да, вот это вот свободное место, я так полагаю. Да, просто коробочка. Переходим к фигуркам. В комплект у нас, как видно, входит 21 Vogue. Модельки, наверное, стоит показать поближе. Сейчас я их вытащу. Их три вида. Все они выглядят одинаково, но на самом деле они разные. И фигурка обаминации. В волчьем виде. В волчьем виде, да. Кстати, очень смешно, название у нее примерно звучит так. Вульф Боу Абоминейшн. В переводе переводится как Большой Страшный Сероволк Аминация. Вот. Собственно, и четыре фигурки выживших. Сейчас обо всем этом расскажем поподробнее. И покажем вблизи. Да, и вот здесь покажем вблизи. Итак, у нас три вида волков. Качество проливки сносное. В общем, даже хорошее. Но не отлично. Волки довольно похожи друг на друга. Я их разделил как волк с ранеными лапками, волк с отгрызенным боком и волк с проплешинами на спине. Но, в принципе, модельки для настольной игры вполне достойные. Следующим пунктом у нас идет аберрация. Вот эта модель просто превосходная. Большая, красивая. Очень-очень-очень достойная. Герои. Первый герой у нас Тео. Он у нас рейнджер. Длинный меч, лук, кинжал, все как полагается. Второй герой Ариана. Она воровка. Моделька хорошая. Прекрасная проливка, прекрасная детализация. Но очередная женская модель, которая не вызывает во мне никаких мужских чувств. Хороший друг и напарник в бою. Все. Третий герой. Это священник Карл. Особенно мне понравилось имя. Видимо, ему все жалуются о своих прожитых годах. И четвертый персонаж, темный эльф по имени Морриган. 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 Это женщина. Вот это поворот. Честно говоря, я сначала не верил, но мне показали ее имя, Бэк. И, в принципе, при ближайшем рассмотрении действительно можно заметить какие-то вторичные плавые признаки. Но, блин, это еще одна женщина в стиле зомбицид черная чума. Мне сильно не хватает женщин первого зомбицида. Рассмотрев поподробнее колоду вооружения, мы были в восхищении. Теперь, наконец-то, есть чем бороться с абоминацией. В распоряжении персонажей и молоты, и огненные мечи, и масса всего. Серебряные мечи, луки, арбалеты. В общем, есть где разгуляться. Это все о дополнении Вульсбург, Волках и Зомби. И Женщине Морриган. Идем дальше. Переходим к следующим дополнениям. Это у нас будет дополнение с воронами и скелетами-лучниками. Подробнее о содержимом коробки Мертвые лучники. Правила игры лучниками. Колода активации. И миниатюра. В коробке ворон также присутствует правило на шести языках. Причем это не книжка, это отдельные листочки. Здесь это хорошо видно. Миниатюрки. Также колода карт активации. Их значительно больше, потому что вороны умирают чаще. И что меня больше всего позабавило, языки... Собственно, я даже как не знаю... Да, английский язык представлен Америкой, а португальский язык представлен Бразилией. Ну, видимо, американцам так удобнее. Подробнее, опять же, отдельно. Русский язык, как всегда, отсутствует. В наборе Мертвые лучники представлены три вида миниатюр. Лучник, который готовится к ближнему бою, в луке мы видим у него нож. Следующий Мертвый лучник готовится к стрельбе и выбирает цель. Ну и последний уже прицелился и готовится выстрелить. Отливка миниатюр достаточно неплоха, хотя, конечно, кое-кде видны замыленности и блики. Но, возможно, это исправится грунтовкой. Итак, вороны. Красивые, интересные миниатюры, состоящие из целой сплавной ворон. И все было бы здорово, но... Мы специально залезли в предыдущую версию зомбицида и достали оттуда ворон. Полюбуйтесь. Они абсолютно идентичны. То есть, по сути, свои ребята в Disco Minion Note просто выпустили тех же самых ворон, но с другими карточками. Будьте добры, заплатите 25 баксов. Следующим дополнением являются паки NPC-персонажей. Номер один и номер два. В каждой коробке присутствует пять видов персонажей, по четыре штуки каждого вида. Также есть колоды карт на шести языках, в них три вида оружия, ну и карточки, соответственно, активизации данных зомби. В первом паке это дворфийский щит, орчий лук и тяжелый арбалет. Во втором паке это палец из урона, ружье, как это ни странно, называется оно, Бейнстав. И что там еще было? И заклинание землетрясения. И заклинание землетрясения. Ну, собственно, комплектация и коробок все. Также мы, так как мы участвовали в гейкстартере, у нас пришли три вида эксклюзивных персонажей. Это священник, рыцарь без головы и золушка. Это зомби? Да. Также в каждой из коробок присутствует правило для игры зомби-нписи. Предлагаю рассмотреть миниатюры подробнее. Первый NPC зомби это экзотическая танцовщица. Красивая, сексуальная, но, к сожалению, мертвая. Черт, у них даже зомби выглядят сексуальнее, чем выжившие женщины. Это кошмар. Но моделька клевая. Второй зомби сарацин. Возможно, ему принадлежала эта танцовщица. Тоже хорошая модель, очень подробная, супер. Третий зомби-палач. Здоровенный, брутальный, с пузом, все как полагается. Веревка для повешения, ключи. Правда, очень странная компания, непонятно, где они могли встретиться. Четвертая, горожанка. Причем, судя по всему, довольно богатая. Кошелек, скромная одежда, интересная женщина. Вот, видимо, это была какая-то рыночная площадь или что-то вроде того. Ну и, наконец, пятая моделька это зомби-гном. В доспехе очень клевый, очень детализированный, подробный. Жалко, что наплечник сломан, а то можно было прям конверсию какую-нибудь замутить. То есть, действительно, хорошие модельки. Очень здоровские. NPC-персонажи, пак 2. Здесь мы видим бродячий театр. Зомби-шут в окровавленном сценическом костюме. Видимо, местный Шекспир в средневековом платье с жабо, плащом и обрезанными волосами. Мертвый министрель, судя по ушам, эльф. Зомби-служанка в ободранном платье. И мертвый монах, возможно, тоже актер. Теперь посмотрим подробнее на эксклюзивных NPC-персонажей. Они тут представлены в виде белоснежки в ободранном платье, прям такая классическая диснеевская принцесса, правда мертвая. Святой отец в рясе с колпаком, католический священник, мертвый. Также рыцарь без головы. Свою голову он держит в руке, ну, видимо, куда-то несет, возможно, ей что-то вещает. Об NPC-зомби мы вам рассказали. На очереди самые страшные представители нежити, самые страшные враги выживших. Абоминации зомби-боссы-пак. И, как всегда, эксклюзивные издания. Abomination Red и Abomination Alpha. В основной коробке у нас три вида абоминаций. Абоминация тролль, абоминация минотавр и какая-то неведомая хрень, которая на русский переводится примерно как буль-бульминация. Это что-то вроде, не знаю, фекала монстра, не знаю, нечто минации. Есть-то жуткое. Что-то жуткое с большой длинной рукой, да. Есть также карточки. Собственно, специальные правила, как всегда, один листочек на шести языках. И, что интересно, мы еще правила не читали, но значки проломов в стене. Возможно, эти твари еще умеют ломать стены. Да, также, соответственно, эксклюзивные версии. Это Абина, Абимина, Альфа, это, не знаю, нечто среднее между крысой и волком. Нет, это нечто среднее между козлом и волком. Козлом и волком, да, он весь обтянут в человеческой коже. И вот такая вот страшная крыса, лучшая традициях с Киеном. Полуоблезглая, с выпущенными глазами, конечно, страшно. Итак, Абаминотавр. Прекрасная моделька, очень большая, красивая, очень эффектная поза, динамичная. Что о нем еще сказать? Выглядит довольно страшно. Тот самый пузырь с рукой. Эту тварь трудно описать, у нее маленькая рука одна, большая другая. Морда состоит из непонятно чего, высунутый язык, какие-то прыщи. Жуть просто. Ну и самая, на мой взгляд, классная модель, это Абаминотролль. Во-первых, она крупнее, чем все остальные модели. Очень динамичная поза. На самом деле, здорово напоминает персонажа Лиги Легенд Трагла. В его старом варианте, до того, как он стал Зимним Троллем. Зомби-босс Абамино Альфа. Нечто среднее между Вульфином и Крысой. На самом деле, мне он лично напомнил классическое изображение Трагатой Крысы из Вархаммера. Абамино Рэд. Это, видимо, старший товарищ Абамино Альфы. Потому что правила для них одни. Называются Абамино Бистц. Дабы закончить с темой злодеев, надо упомянуть и некромантов. Стандартный боксик был вот такой, замечательный некромант. Кикстартерное издание дополнило некромантом королевой. Это аналог, точнее, прототип персонажей с Белоснежкой и Охотник. Там была злая мачеха, королева, вот это она. И у меня такой странный парень по имени Грин. К нему прилагаются соответствующие карточки. Королеве они тоже есть. Вот, это некроманты, но они действуют немножко по своим правилам. Они отличаются от стандарта. Да, помимо того, что имеют обычные некроманты, у них еще и свой целый пул правил. Некромансер Грин. На самом деле его прообразом явился Джокер. Это мы можем понять по совершенно замечательной улыбке на его лице. Фигурка очень хорошая, детальная. В руках у него меч и какая-то хоккейная клюшка, сделанная виден из лошадиной челюсти. Еще один эксклюзивный некромант – королева Медея. Ее прототипом послужила Шарлиз Терон в роли королевы Равенны из фильма «Белоснежка и охотник». Ну что же, настало время поговорить о дополнительных персонажах. В базовой коробке и в Улсбурге их было не так много. Но Коуменюнот всегда радует нас дополнительными сетами. И вот он. Hero Box 1. А также несколько коробочек от дополнительных художников. Ну ладно, я ускорюсь. А, нет, подожди, забыл. Вот, теперь все. Походу, домой я сегодня не иду. И это еще без кикстартерных эксклюзивных персонажей, которых мы покажем подробнее в крупном плане. Ладно, распаковываем. Итак, Hero Box 1. Внутри у нас есть, как мы видим, наши пять персонажей. Толстенная колода их карточек. Видим опять на шести языках. И, ого! Карты с оружием. Еще equipment. Да, equipment, оружие и все прочее. Так, внутри почему-то только две поставки разного цвета. Это и только два вида калантеров. Не знаю почему. И, видимо, планшетов тоже два. Два, да. Видимо, экономит. Вот, да. Все, в общем-то, больше ничего в коробке нет. Никаких доправил, ничего. В дальнейшем поподробнее покажем уже на крупных планах. Так, а что у нас тут? Дополнение... Это было платное дополнение. Гром энд Тала. Как мы видим, это на самом деле Куном и Рыжая Соня. Вот. В комплекте также у меня. К ним идут... Только карты. Также пачка, видимо, на шести языках. Как? У него нет его собственного огненного меча. Хотя, видно, что все оружие, которое у него в руках, уже было в предыдущих паках. Видимо, да. Помимо этих персонажей присутствовали также бесплатные. Много, мы их покажем подробнее, крупно. А они лимитные? Да, это все лимитные экземпляры. Поэтому они не упакованы. Все, что можно купить, упакованы в коробке. Это, кстати, еще не все. Вот есть еще. Это все тоже лимитные. Это уже от Кикстартера. Ну и типа тоже бесплатные. Пачка, но тут только один язык, потому что они изначально знали, на каком языке покупатель заказывает игру. Сюда клали только карты английские. Да, ну понятно, покупатель из России, конечно же, на английском языке. Помимо всего прочего, компанию Кулмини помогали или спонсировали этот проект, участвовали в нем каким-то образом. Знаменитые скульпторы. Каждый из них сделал пак своих персонажей. Мы видим имена. Три из них давались бесплатно. Просто для тех, кто поддерживал, получили вот эти три пака бесплатно. В каждом по четыре персонажа, соответственно. Сзади мы видим краткую аннотацию, что это за человек, что за скульптор. И, соответственно, персонажей. Подробнее также мы покажем их на крупных планах. Помимо этого, у нас есть три платных бокса. Три из семи платных. Но я считаю, что покупать все было уже очень. При таком количестве персонажей я решил, что мне просто столько не нужно. Да, еще хотел поправить, что не все это имена скульптора, частично это имена известных художников. В частности, как заядлый вархимерист я знаю Эдриана Смита. Многие его знают. Он еще и скульптор. Он еще и скульптор. Зашибись. И вот этого чувака мы все знаем по Конфронтейшену. Все, кто любит Рекхам и Конфронтейшен, будут в восторге от этого пака. Это реально круто. Такер. По-видимому, священник. Красивая моделька, мужик в рясе, с арбалетом и топором за спиной. Да, голова немного обрита, а, видимо, действительно священник. Человек с трудно выговариваемым именем Арнауд. Или Арнауд. Судя по всему, горожанин в камзоле с мечом и факелом. И, наконец-то таки, господи боже мой, наконец-то хоть одна нормальная, красивая девушка. Сильвия. Красивая, стройная, вооруженная, опасная и с хорошими женскими формами. Ну, еще одна женщина в стиле черной чумы. Глинда. Женщина-гном. С огромным молотом, свирепая. Опять же, ничего плохого модельки сказать нельзя. Все просто замечательно. Еще одна моделька, которая мне очень-очень понравилась. Это Джулиан, видимо, какой-то головорез или убийца, или грабитель. Специальный гость с Марк Симонетти. Что сказать о моделях? Анса. Судя по всему, какая-то магичка. Моделька достаточно подробная. Все чудненько, хорошо, но очень статичная поза, по мне. Ред Кап Родни. Еще одна версия Палача. На этот раз живого. Огромный топор. Крепкий мужик. Мускулистый. Опять же, очень статичная поза. Кэденс. Ушница. Ну, вот это хоть как-то. Интересная динамичная поза. Видно, что она сейчас будет пускать стрелу у врагов. Интересная волчья шапка. Прикольная в целом модель. Мне нравится. Леди Грим. Такой интересный женский персонаж рыцаря с огромным молотком. Видимо, намекается на охотницу на ведьм. Очень хорошо сделанный доспех. Без лишних каких-то там нюансов. Следующий пак гостей от Эдуарда Гуйтона. В наборе мы видим также четырех персонажей. Гном Брик Борн. У него механическая перчатка и какой-то посох. Явно тоже какой-то техническо-механический. Девушка Кайла. Видимо, совершенно безбашенная деваха. Вооружена топором, ножом и носит голову быка. Эльфика Шелхейра. Необычным колпаком. Вооружена луком. Одета в достаточно откровенный, обтягивающий кожаный костюм. И лорд Хевелин. Человек, мужчина средних лет, вооруженный двумя мечами и запечатленный в героической позе. Так, бокс Эдриана Смита. Четыре прекрасные фигурки, сделанные в стиле скорее молота войны, нежели зомбицида черная чума. Первая женская фигурка Шакел. Судя по всему, это некий шаман-вэрюр или ассасин, непонятно, варварского происхождения. Это тоже женщина, но, как и все женщины, которых рисует Эдриан Смит, она несколько агрессивна. Назовем это так. Очень детализированная фигурка, динамика, все здорово. Жорвак. Видимо, какой-то варварский лорд. Парень в кожаном доспехе, с мечом, очень суровый, типичный вэрюр пустошей. Гурбак. Я даже не совсем уверен, что этот человек очень крупный парень, с огромным молотом. По-моему, там даже в карточках написано, что он начинает с шокхаммером. Это довольно увесистая штука, которой можно убивать крупных зомби. Тоже очень суровый, мощный в кольчуге, с какими-то шипами, крюками. В общем, жутковатый тип. Ну и апофеозом всего этого является Шактар Кулнар. Вылеплен прям как будто бы с картины Адриана Смита. У него сабли кривые. В общем, жуткий тип. Все фигурки просто великолепны. Следующий пак специальных гостей от Пауло Паренте. Девушка-лидер Ундрал, варвар Конрад. Еще одна достаточно интересная особо женского пола по имени Анрвал, стоящая на камне в прыжке. И тролль Скель. Стандартный тролль с большим мечом. Видимо, достаточно добрый к своим. Готов уничтожать зомби-пачками. Пак Поля Банера. Прекрасный английский художник, который работал в свое время для Конфронтейшена. Нарисовал ему множество артов. Первый персонаж Орд Пазак. Или Базак. Гном. Отличная моделька. Гном с двуручным мечом. Доспехи все как полагается в шлеме. С характерным баннеровским носом, который он очень любит рисовать. Это его отличительные черта, в общем, во многом. Женевьев. Женщина-воин с арбалетом, с тягачем. Очень правильно одетая. Такая чисто военизированный арбалетчик. Очень здоровская модель. Мизар. Ну, моделька такая на любителя, на самом деле. Но, опять же, очень детализированная. Ну, и самый мой любимый персонаж этого пака, Клом. Огромный тролль с Моргенштерном. Тоже очень детализированный. Несмотря на то, что большой, корзина вылеплена просто великолепно. Моргенштерн прекрасный. Надо красить, надо ставить на полку, надо играть. Следующий пак специальных гостей от художника Наяда. Это его никнейм. На самом деле, художника зовут Ксавье Генефе Дурин. В паке мы видим также четыре персонажа. Первый гном Тандер Гуд. Эльфийка, держащая в руках цеп и держащаяся второй рукой за меч Мириэль. Мак Подросток. Сложно определить его пол, но, скорее всего, это девочка. Аппрентис Мила. И явно темный эльф Астакар Зе Пейл. Астакар может быть не только положительным персонажем, но также и исполнять роль некроманта. К нему есть специальные карты в комплекте. Скулвелл. Местная вариация Бэтмена. Джокера мы уже видели, теперь Бэтмен. Оружен двумя топорами вместо бумерангов. Видимо, чтобы не убить противника, кидает хобухом. Этакий мощный варвар, мститель, отличный кожаный доспех, длинный плащ, маска. Все, как полагается, настоящий Бэтмен. Пожалуй, один из наиболее мною любимых персонажей – Хич Зе Барт. Хич является прототипом персонажа Дэвида Боуи, знаменитого короля гоблинов из фильма «Лабиринт». Фигурка очень классная. Персонаж в костюме короля гоблинов. В одной руке зажат кинжал, в другой – рапира. Ну и, соответственно, портретное сходство с Дэвидом Боуи весьма-весьма высокое. Дантон – герой Мэлла Гибсона из фильма «Храброе сердце». Сыны Шотландии! Я Уильям Уоллес! Полностью идентично одет. Меч, правда, немножко другой, но они пытались. Опять же, хорошо виден ламиллярный доспех. Мне моделька очень нравится. Если еще правильно покрасить, будет просто чудесно. Фалстаф. По-другому – Дракула. Персонаж одноименного фильма в исполнении Гарри Олдмана. Дракула бежит наперевес с тяжелым полуторным мечом. В доспехах, в принципе, вполне себе угадывается. Персонаж в фильм очень похож. Гован или Джован. А может быть Гоги. Потому что все мы узнали известного горца с кланом Аклаудов. Аклауд! Вот действительно клевая моделька. Очень детализированный меховой плащ, щит с дощатой, меч. Все как в кино. Килл, правда, не разделен на клеточки для удобства покраски. Но если руки не кривые, можно покрасить как надо. Великолепная модель. Следующий персонаж – боительница Закса. Как следует из имени, наверное, вы уже догадались, что это прототип Зены. Королева воинов. Из знаменитого сериала. Зену там исполняла Люси Лоулес. Фигурка достаточно динамичная. Зена изображена с двумя оружиями. В одной руке она держит лук. В поднятой руке зажат меч. Возможно, собственно, в своем знаменитом боевом кличе. Ехидный священник Джеймс. Скорее всего, персонаж Шона Коннери из фильма «Братство Розы». Вооруженный топором. Улыбающаяся Коннериевской улыбкой. Хорошая детализированная моделька. Немножко простовато на вид, но на самом деле очень здорово. Видимо, ребята из «Гиллотин Геймс» являются большими поклонниками команды Монти Пайтон. Здорово! Так как следующие персонажи относятся к этому фильму. Итак, по порядку. Мортимер, а именно Король Артур, в исполнении Грэхэма Чаппана. Я победил! Спасибо тебе, Господи, что... Давай! Что? Защищайся! Портретное сходство персонажем настолько высоко, что просто захватывает дух. И поклонники Бонти Пайтон обязательно должны были участвовать в этом кикстартере. Мон Талбан. А именно, храбрый-храбрый сэр Робин. Убежал, убежал, убежал. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 сэр Робин. В общем, фанаты фильма оценят. Чаунси. По-другому, сэр Ланселот. Сэр Ланселот. Что? Ты ищешь? Священную чашу Грааля. Какой твой любимый цвет? Голубой. Самый храбрый и непобедимый из рыцарей короля Артура. В фильме роль Ланселота исполнил Джон Клиз. Портретное сходство также достаточно высоко. Сэр Бьюри Гард. По-другому, сэр Гавейн. В фильме эту роль исполнил Майкл Палин. Как тебя зовут? Саргалат из Камелота. Что? Ты ищешь? Чашу. Также прекрасное портретное сходство, поза. Вообще все очень круто из фильма. Гилберт. А именно, сэр Бедвер. В исполнении актера Джерри Джонса. А что вы жжете, кроме ведьм? О, дерево. Так. А почему ведьмы горят? Они сделаны из дерева. Правильно. Ну и последний персонаж этого славного фильма – Мак Боб. В фильме это был Джин Предсказатель. Эту роль в фильме исполнял также Джон Клиз. Морган. Какой-то стрёмный колдун. Мерлин из сериала «Эскалибор». Актера зовут Николь Виллиансон. В общем, моделька соответствует человеку и сериалу. Еще один дополнительно эксклюзивный персонаж – Пол. Пол также является персонажем фильма «Белоснежка и охотник». Прототипом его является Крис Хэмсфорд. Сказать про фигурку особо нечего. Охотник с топором. На Криса Хэмсфорда, кстати, фигурка совершенно не похожа. Персонаж из фильма «Небеса обеталанные». Отец главного героя. Он как раз находится в своей классической позе. Что-то там фалькона. Вот так. По-итальянски это «Ла посту де фальконе». Удар сокола. Ты рубишь сверху. Верхняя стойка с мечом. Трой и Злой Трой. Персонаж вселенной «Зловещие мертвецы», а именно третьей части фильма «Армия тьмы». В фильме этого персонажа звали Эш в исполнении Брюса Кэмпбелла. Кладжу, брата, Небеса. Портретное сходство достаточно высокое. Собственно, добрый Эш изображен с поднятым вверх мечом. Злой Эш изображен с каким-то подобием ножа, кинжала или какого-то полуторного меча. Миниатюрки очень-очень забавные. Важной особенностью является, что злой Эш также может являться некромантом игры «Зомбицит. Черная чума». К нему есть в комплекте карты. Доктор Стормкроу. Честно говоря, подозреваем, что это еще один приятель Бэтмена, преобразом которого стал доктор Скиркроу. Отличная модель кочумного доктора. У него есть какое-то странное знамя. Меч, арбалет. Только он не на стороне некромансера, что несколько удивляет. И еще один персонаж из фильма «Белоснежка и охотник». Собственно, сама Белоснежка. В зомбициде ее зовут Леди Фея. Фигурка достаточно интересная. Симпатичный женский персонаж в доспехах с мечом и щитом, на котором изображена Роза. Вильям. Это ж Барамир. Персонаж из «Властелина колец», причем если конкретно из фильма. Очень подробно сделан костюм. Все как в кино. Такой же меч, такое же тупое выражение лица. Все зашибись. И стойко даже, как в кино. Григоар. Персонаж Рутгера Хауэра из фильма «Леди Ястреб». Выглядит абсолютно так же. Такой же длинный меч, кинжал, плащ, хауэровская улыбочка на лице. Если покрасить под блондина, то и не отличишь. Очень хорошая моделька под любой фэнтези-сеттинг. Пипер. Персонаж Мишель Пфайфер из того же фильма «Леди Ястреб». Ну, моделька, конечно, подробная. Но, в общем, девушка в платьице с двумя мечами. Ничего особенного. Но красиво, что Мишель Пфайфер. Дополнение «Гром Италия». Это платный пак, являющийся эксклюзивом кикстартера. Миниатюра мужчины и женщины. Как мы видим, на самом деле, это классическое изображение Конана-варвара и его незаменимой боевой подруги Рыжей Сони. Миниатюры сделаны интересно. Поза у Конана, я бы не сказал, что очень интересная, но такая классическая боевая поза. А Рыжая Сонин – еще один сексапильный персонаж в копилку персонажей зомбицида. Черной чумы. Ну и в завершении, я думаю, стоит сказать о многочисленных дополнениях, сделанных для удобства игроков. Да, Кул Миниу Нот приготовили для нас очень много всякой сечины. Сейчас аристократ расскажет нам, что же это такое. Часть я даже сам не знаю. Первая – это металлическая монетка первого игрока. В игре она представлена картонным жетоном. Здесь это металл. Мешочек под кубики. Собственно, видимо, сами кубики. Кубики, да, они фишка, они, на самом деле, с обозначением зомби и факелов. Это именно кубики для зомби-цеда черной чумы. Набор 3D-дверей. Для настоящих задротов. В игре двери картонные. Но, соответственно, купив этот пак, вы получаете 27 дверей. Ух ты! У них открываются дверки. А даже если не упоминать то слово, которое он сказал, и вам нравятся картонные двери, вы можете использовать эти двери для своих диорам. Тут действительно много хороших дверей. Короче, да. А это что такое? А это 62 пластиковых токена, которые заменяют полностью все токены в игре. Они все выполнены в цвете. Что интересно, что даже огонь и цветные изображения выполнены здесь объемными и очень здоровыми. А вот, кстати, эти самые сломанные стены, которые мы упоминали с лиминациями. Вот тут есть и пластиковая монета, и картонная, и металлическая пластиковая. Любая. А нет, теперь две штуки, которые я вообще не понимаю, что это. Первая, это вот это. Это что? А это специальная башенка. Они такую же давали в зомбициде в третьем сезоне. Она раскладывается, сюда наклеивается наклеечка. Их здесь целых две. Первые части и бурсбург, которые наклеятся вот сюда. Сюда бросаются кубы. Сюда кидаем кубики, они сюда выбегают. Это очень полезная штука, если играть на небольших столах, да и на больших тоже. Частенько народ кидает кубы, и разлетается. Разлетается все. Солдатики эти кубики сбивают стены. Ужас. Все удобно. Да. А это что? Я очень заинтересовался, что же это такое? Я, на самом деле, когда это увидел, подумал, что, господи, какие кулмини молодцы. Но мне кажется, что все-таки это больше относится к компании и дилетингенте, потому что в других проектах таких штук нет. Это башенки. Башенки для карт. Что же это такое? То есть типа холдеров каких-то? Да. Само точно как было. На бициде достаточно много карточек, которые складываются в колоды. И когда ты одеваешь протекторы, на самом деле, все очень неудобно. Помнишь, когда мы играли, то есть протекторы все время разваливаются. Ну, то есть очень неудобно. Здесь же, соответственно, представлены некие башенки, в которые вкладываются карточки. Но помимо всего того, что это очень удобно для игры, компания предусмотрела то, что вы можете играть как картами в протекторах, тогда, соответственно, вы ставите в дальний слой и карты в протекторах умещаются идеально сюда ложатся. Также вы можете играть картами без протектора, тогда у вас будет свободное место, и карты будут вылетать. Но компания сделала так, что вы можете просто сделать эту башенку размером меньше. Тогда у вас ничего не выпадает. Еще обратите внимание, это не характерно для западных авторов. Они догадались просто немножко на миллиметр сдвинуть пазы, и можно использовать одну и ту же стенку для выставления на обе дистанции. Обычно они до этого не додумываются. И выпускают два варианта холдеров или еще что-то. Просто я бы, глядя на это, подумал, почему они не сделали для других игр, потому что действительно во многих играх компании Calumni достаточно большие колоды. Но, видимо, это фишка именно Guillotine Games, как автор игры. Поэтому респект. И это все по черно-чумовым дополнениям. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, и мы и дальше будем радовать вас отличными настолками. Всем пока!